Мы догоним прямой эфир. Я в этом не сомневаюсь. Это у нас играет Рашпиль против Джона. А вот. Это же вышка, я правильно понимаю? Какой красивый лосс. Четыре лонера. Так. Здесь, как я понимаю, маг. И что-то еще не показывает. Ну, бывает такой подглюк. Нургли поехали бить. А? А, у него блока нету на воине. А я думаю, почему он рерольнул. Понятно. Он крутой. Это будет Блиц. А, Блиц с убиватором. Блиц в нулевого? Серьезно? Шестиагильный кетчер. Шестиагильный кетчер это красивая история. Ну, он ургли в принципе классный меченосец. Со второй лов. Ладно, нет, не классный. Да, что-то, конечно, доп-рука это круто. Большая рука это круто. Но... Хотелось бы немножко другого. Так, надо спрятаться. Кетчер перекачал муф в агилу. Да. Ну, это хороший размен почти. Все-таки он поменял один муф и неглу на две агилы. Правда, негла это неприятно. Опять не хрустит потертое вудло. Ненавижу вудов на самом деле. Просто... Просто они вызывают у меня какую-то агрессию. Но Рашпель, его проблема, что он играет слишком осторожно. Уже много раз отмечалось это. Он никак не Прокси. Вот не Прокси молодец. Не Прокси умеет грязнить, как никто другой. А Рашпель еще не научился. Да. А вот не Прокси бы повалил, пофалил бы. Еще и обоссал в конце. Ну, может, прям не так грубо, но все-таки. Эльфы делают заслоны, ребята. Эльфийские заслоны, они такие. Даже сами вуды их не любят. Да, а вуды-то что не любят вудов? Я думаю, они постоянно по вечерам уединяются и любят друг друга. Нет? Ну, в РББЛ не видно, я имею ввиду в ББ-2, этого экстра-класса не видно. На мой взгляд, вот единственная экстра-класса вуд, кроме Вергера, который не играет за вудов, это не Прокси. Мог бы когда-то давно, очень давно, стать вудом экстра-класса пивоварища. На пивоварища сделал глупость. Он применял потрясающий блатбол на вудах на всякую чушь, типа там, женщины, реальная жизнь. Ну, это бред. Но Шустрилу на вудах я не очень помню. Но у него команда, да, у него вот либо хаос, либо цыганье, либо вот это вот все. У него специфический набор. Вообще, очень похоже на то, что сейчас вуды откроют эти небесные врата и залетят в мяч. С учетом того, что даджа нету, я не вижу проблем кинуть мага или вылететь. В итоге вуды пропали и женщины не появились. У него там непонятно как с женщинами. Что-то есть, но не глобально, как я понимаю. Жаль. Но может на мяч сесть, да, да. Бесячая линейка, кстати, ребята. Это линейка пятого уровня, и она дико бесячая. У нее, по-моему, навыки просто лип не работает. Это будет попытка выбрить, да. Только, по-моему, встал немножко странно. Ой-ой-ой. А вот сейчас, ребята, очень попахивает расплатой. Вообще, я бы сказал, что сейчас у... С позиция у Джона очень даже ничего. Да, слушайте, что-то, что-то, по-моему, сейчас тоскливо будет вудам. Ой-ой-ой. А вот тоска начала приходить. По-моему, очень много тоски сейчас будет. Но здесь повезло Кэтчеру, повезло. Бил-то его товарищ, который может. Сейчас будет еще немного тоскливо. Ну, жаль, что зверек не нашел кубы. Здесь, кстати, неглобанный боевой танцор. Что важно. Но вот сейчас, кстати, позиция подмага, ребята. Может быть, не идеальная, но все-таки. А как можно с эльфов на женщин переключиться? Это можно совмещать. Там сложная схема. Пивас всегда был таким. Андрогинным. Но маг, на мой взгляд, ну, такой. Играбельный? Играбельный. Но играть будет тяжело. Вот сейчас повезло. Вот это был опасный момент. Если бы он не это, были бы проблемки легкие. Ой, ой! О-о-о-о! Вот что такое не везет, ребята, и как с этим бороться? Вы видели? Один, один, один. Ну, да, что-то... Сейчас Джон будет показывать. Правда, у Джона тоже кубы на удар не идут. Вот. Тоскливо стало прямо. Вот сейчас Козлик должен открыть. Давай. ПО. Нет? Нет. Так, наконец-то тупнул. Ну, вообще, в принципе, вот после такого мага, после такого мага, здесь даже особо стараться уже не надо. Да, сейчас этого паренька убирают. Подбор меча, и все. Прокачка хорошему, сладкому игроку. Ну, ну, Ситар, я не в этом плане говорю, что не идут. Я к тому, что у Вудов все могло быть намного хуже. Вот. Я просто... Я все, что я имел в виду, что могло быть хуже. Могло. И так, конечно, жопа. Ой-ой-ой. Так. Так. Блин. Классный шестиагильный гард, ребята. Вообще супер. Вуды... Дети приехали на природу и пытаются самоубиться. Понимаете? Извините. Это шутка, понятное дело. Так. Два куба. Шестерка. Так. Неужели Вуды справились? Скаттер. Ну, скаттер такой. Ой. Еще додж. ГФИ, конечно, неприятное. Но не будет его. Ой. Ой. Но, в принципе, Джон должен сейчас отбиваться. Еще и... Еще Джон должен избить немножко лицо. Благо, тут есть где его бить. Первый удар не вышел. Это обидно. Второй удар не вышел. Это был Лонером удар? Окей. Вот удар Лонером меня немножко удивился. Удивил. Удивил. Удар Лонером был такой, прямо... Экспериментальный, я бы его назвал. Что-то... Ну, тут будет подбор с большой рукой. Это понятно. Типа, Блиц, подбор с большой рукой. И... И все такое. Только, может быть, Козлика стоило переставить до этого? Не? Доп-рука работает. И большая рука, и доп-рука, и... И вообще все, что могло сработать, сработало, ребята. Ну, кроме разве что второй головы, но она и не понадобилась. Вообще, конечно... Эльфы оказались в такой, знаете... Как бы так сказать-то, культурно... Культурно не могу сказать. В общем, эльфы оказались в такой потной, вонючей нурглицкой заднице. А вот... Да я с тобой согласен, Дрэгон. Но только при этом, как бы... Рашпилю тяжело очень. Ну... Как бы... Да. Ну, нормально. Тут должна быть шутка про не самое... Ой, реролл. До остальных ударов. Ну, ладно. Ладно. Блиц в три куба. Ну, пора было, наверное. Ладно, хорошо получилось. Вот это было неплохо. Ну, нормальная ловля на 6+. Че мы вообще думаем-то? Молодец. Хорошо играет. Было бы, конечно, неплохо Агильного доложить, наконец. Мне кажется, вот Агильного пора уже приголубить. Ну, Агильный не хочет. Ну, еще один удар будет. Хотя тут удар гордов нету. Ладно, удар поганый. Опа! Головы не спасли. Головы не спасли, ребята. Шанс у Рашпиля отбиться. Девушки в беде, ну... Странно, что он сначала... А, тут без блока... Я все время забываю, что у него Нургл Варьер без блока, ребята. Нургл Варьер без блока, это, конечно, весело. Простые кубы в мяч. Только так... Ага. Реролл прыжка. Два куба. Шестерочка. Хорошо. Ну, да, в общем, как говорится, пока эльфы есть, есть надежда и шанс. Щупальца отлично работают. А тут, видимо, раздумья. Мы, кстати, догнали прямой эфир, ребята. Все хорошо. Сейчас будут прыжки Веры. Проблема просто в том, что у Рашпиля кончились рероллы, понимаете? Ой-ой-ой. А это мимо такла, ребята. Это же мимо такла. Хотя, в целом, я бы сказал, что у Джона шансы неплохие на то, чтобы сейчас побить. По факту. То есть, ему надо просто там туда-сюда повтыкать и все. Как Хабиб Нурмагомедов втыкнул рыжего. Так надо и сейчас втыкнуть. Это завод на гол, надеюсь? На красивый гол Лоннером? Да. Но, на самом деле, опять же, на мой взгляд, кубы сейчас несложные. Да, метель мешает. Я согласен. Вот это неприятно, конечно. Ну, че? Вообще, на самом деле, агильщика надо пытаться выбить. У него не гла. В теории, он может треснуть. Отличные кубы. Ну, я не хочу сказать, что шансы Рашпиля очень плохие. Но они, конечно, сейчас заметно ослабли. Обидно. Надо толкать. В принципе. Может быть, даже надо было толкнуть на вот этого дурачка. По факту. То есть, может быть, надо было пытаться вытолкнуть. Я бы подвел для начала игрока и сделал бы удар козлом, чтобы открыть дырку. Потом я бы отправлял вперед парня с блоком МБ. Ну, да, да, да. Только главное не подходить. Ты же не подойдешь? Он подошел. Ладно. Ну, в принципе, конечно, дырки нету. Но, как минимум, минус эльф. Нормально. В принципе, свою работу Моровик сделал. Ну, Блиц, да. Блиц сюда очевидный. Реролл, на мой взгляд, ну, не то, что зря. Но можно было, как минимум, подумать, делать его или нет. А, ну, нормально. Извините, я был неправ. Как бы... Хороший реролл. А где все танцоры? А, и подбор. Понятно. Я даже не знаю, что посоветовать в этой ситуации теперь. РР обязателен был? А он разве так... Ну, да, я понимаю, что холод. Я понимаю, что бежать с ГФИ было бы такое. Что такое звукосвет? Когда я поставлю три монитора, мне надо будет особым образом пихать этот... У меня сейчас вебка на столе, микрофон специфически поставлен. Мне надо купить свет нормальный, чтобы вебка не идиотничала. Не всегда заметно, но у меня вебка довольно часто привозят. Ну, вот. Зверям лучше не бить. И, короче, мне надо купить кронштейн и свет, условно говоря. И мне надо поменять мою цаплю для микрофона, потому что... У меня тяжелый микрофон, и цапля перевешивается. Это неудобно. В общем, пытаюсь облегчить... Как это назвать-то? В общем, гломб. Я говорю, мне нужны кронштейны, купить лампы и все, в принципе. Но это очень недешево. Ну, проблема в том, что сейчас в России купить что-то дешево вообще очень тяжело. Все, что имеет хоть какую-то профессиональную ценность. Курс доллара не очень приятный. Жить дорого и тоскливо. Но... Очень похоже на то, что придется выбивать лонором, ребята. Ну что, по-моему, надо так, так, так три раза два плюс кинуть. Нет, еще три. Два. Два раза два плюс кинуть. Или три. Нет, наверное, три. Наверное, три два плюса. Сложно. Метель, конечно, влияет очень сильно. А может... И так, по-моему, сложновато. Не, Метель, кстати, реально играет на Нургла сейчас. Метель прям сильно играет на Нургла. Отлично получилось. Кинул два два плюса. Ну и лонором выбивать. Вряд ли, вряд ли вот этим пареньком. Да, лонор побежал. Лонор кидает. Лонор находит пятерку. Лонор, лонор молодца, ребята. Я, правда, не знаю, что можно сделать против... Ну, понимаете, столько было возможности убить этого эльфа. Так, а лонор Нурглей-то забивает. Ну, с ГФИ, конечно. И воин с ГФИ забивает. Но... Надо пытаться выбить Агилу, наверное. На мяч, кстати. На мяч, на мяч. Не подходите на мяч. Давай. Умница. А подошел зачем? Твою мать! Я взгорел, ребята. Пять плюс. Да... Ну, Рашпиль очень старается, но... Стоит понимать, что его оппонент старается, конечно, еще больше. Не, правильный был... Только подошел зря. Вот подошел зря. Потому что если был скаттер в руки Нурглю, это было бы... ЖЖ. Ну, что? Три плюс для гола Джону надо. Увидим ли мы три плюс? Ну, не должен. Сейчас будет один-два. Должен. Должен кинуть один-два. Иначе все усилия Рашпиля в никуда. Да! Е-е-ей! Изи Рашпиль отбился. Справедливо. Проблема в том, что у Рашпиля нету уже индусментов. И нету девочек Бладвайзера. Я боюсь, что если сейчас не встанут, например, два танцора, то тайм будет очень тоскливый. Удар в два куба по козлю. Кубы нашлись. Ну, правильно. Там шансы потерять Агилу, по-моему, были выше, чем что-то выбить. Так, подождите-ка. Это у нас кто встал? Кто не встал? Не встали именно два танцора. Ну, бывает. Бывает. Правда, у Нургли не встал меченосец, но он, наверное, не так сильно нужен в этой ситуации. Но тяжело будет, тяжело будет лесным. Их как-то мало. Плохие танцоры не встали. Да, есть такое. Ну, известно, что плохому танцору мешает. Не уверен, что это про лесных эльфов, конечно. Просто мне кажется, что пока есть как минимум три такла у Нурглей и численное преимущество, играть будет чутка напряжно. Я пропустил ГФ и три плюс не смог. Реролов не было, так что даже возможности перекинуть не нашлось. А почему он, например, зверя Нургла не пытался по центру впихнуть? Ну, ладно. Мне не кажется, что зверя Нургла есть гигантский смысл охранять. В плане того, что... Ну, в смысле, что... По этой погоде он все равно не передвинет зверя куда-то в другое место. Скорее всего. То есть, зверь по этой погоде никого не догонит. Ну что, вся вера в шестиагильного? Ну, скорее всего, да. Ну, в шестиагильного и в линейк. Ну, есть один кетчер. Да, я тоже думаю, что лосс можно было поставить широко. Но в удов минус четыре. Это, конечно, чувствительно, но не сказать, что прямо дико чувствительно. Проблема в том, что, в принципе, Нургль вполне может поставить... Мне кажется, вот центр не надо было охранять. То есть, воина можно было поставить на фланг и зверя на фланг, чтобы там было больше аур. А сейчас, по этой погоде, тяжело будет напихать много аур на один фланг. Особенно, если сейчас воина блецом уронит стаклом, то, как бы, будет вообще неприятно. Сейчас самое смешное, если мячик упадет куда-нибудь вот сюда, ребята. А потом один-один на подбор. Я не каркаю. Это просто возможные сценарии. Сегодня у нас какое число? Двадцатое. У меня осталось... Ну, я сказал, на этой неделе без выходных пашем. Я все-таки попробую некров довести. Хотя это будет очень трудно. С моими-то успехами, конечно. Не критянскими. Да, если я сегодня на кого-то наорал, ребята, извините немножко на эмоциях. Клейман, извини. Вот на тебя я помню, что наорал. Я был неправ. Да! Мячик, конечно. И падение, конечно. Не очень приятное. Чё-то как-то вот... Такой себе ивент, знаете. Неприятный. Рашпилю будет трудно. Игроков теперь мало. А, это кетчер, кстати. Это кетчер семиагильный. У него же встроенный додж. Да, он вообще крутой. Клейман, ты прямо вынуждаешь меня пошутить, но я не хочу. Я вчера пошутил плохую шутку про администрацию. Она всем понравилась, но не хочу никого обижать. Да. Вот так вот. Бей гнома. Эльфы защищают гномов, ребята. Сенсация. На что-то всё равно тоскливо смотрится. Вот это, ребята, игра... Контр-игра против Аур. Ух ты. Я даже не иронизирую, но, видимо, задача Рашпиля сейчас... Это скормить своих игроков грамотно. Выглядит страшно. Я даже побаиваюсь немножко. Ну, а Гила забегает, да, понятно. Хотя, честно говоря... Так. Подбор. Хорошо. Хорошо. Ну, кетчер, в принципе, далеко бегает. Только быстрые и короткие пасы в метель. Ага. Он бежит, но он далеко бежит. По-моему, быстрый пас у него будет. Ну, точнее, не быстрый, короткий он там, да-да? Короткий пас. По-моему, будет. Но спринт, да, спринт в эту погоду... Короче, может быть, реально надо пытаться выбить игроков до. То есть, может быть, есть смысл выбить вот эту линейку, кстати говоря. Да, вот вообще Ауру поставить сюда. Да, слушайте. Я не знаю, Джон специально это делает или просто нажимает кнопки. Но, в целом, это неплохая мысль. Такл надо марчить. Нет, все-таки так марчит. Плохой удар. Мне кажется, таклиста надо было сначала... Ну, козла надо было сначала того этого. Правда, сейчас можно сделать три удара козлу. Тройные... Тройные губы козлом, как бы... Зачем? Какой храбрый эльф? Безумству храбрых поем мы песню. Нормально. Устраивает. Хорошие губы. Честно говоря, похоже... Я бы такл козла отправлял бы в атаку. Зверя... Зверя, зверя, зверя. Ну, зверя вот сюда. Блиц вот сюда. Здесь ставим козла. Ну, да, да. Тут, на самом деле, простые кубы. Можно даже перекрыть дорогу, кстати. Реально. То есть, отправить сюда козла, чтобы перекрыть дорогу. И дать дополнительное... Да, да, да. Надо нулевого козла сюда ставить. И зверя потом вот сюда, например. Или... Ну, посмотрим. Вот сюда, наверное. Еще клетку. Еще клетку. По-моему, немножко чушь делает Джон. Можно было сыграть лучше. Мне просто кажется, что вот пока он дефается от двухходовки, там просто Рашпель может сзади бегать игроком и ждать. Ну, я так думаю. Может, я и не прав, но... А, воин побежал. Ну, воину долго бежать. Он никогда не догонит. Ну, я так думаю. Это очень странная трата Рерола. Но будем считать, что он доставил ауру. Понимаете, ребята? Это такая доставка ауры. Очень специфическая доставка ауры с Реролом-одиночки. Но, как бы... Окей. Он очень хотел это сделать, но не получилось. Интересно. Большой брат. Ну, да, Большой брат за тобой наблюдает. Это точно. Какая... Да, 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 да. Не, ну, просто зачем было Реролить спринт, я не очень понимаю. Вот какой в этом смысл, я не знаю. Ну, окей. Но паста сложный. Потому что, как бы... Ну, две ауры, правда, не особо влияют. Ну, такое. Контакт, две ауры. Ну, посмотрим. Это, видимо, будет Блиц с толканием воина. И потом еще ударом, чтобы перетащить ауру. Я правильно понимаю? Толкаю тауру подальше. А, ну, не, нормально, нормально, нормально. Все нормально, да. Теперь, 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 теперь есть пас, ребята. Там придется кинуть очень большую серию кубов, но есть Рерол. И кэтч еще. Ну, посмотрим. Не сказать, что очень сложные кубы, но вопрос-то в том, что пока это выглядит так, что Рашпель играет на... На ничью скорее. Опасный момент, да. Очень опасный момент. BB-3 с пациандой делают. Ну, права-то у них. Оооо... Ну, это... Это не катастрофа. Это не катастрофа, кроме того, что сейчас будут очень больно бить шестую агилу. М-да. Ну, ладно. Это очень похоже на катастрофу. Катастрофа. Может быть, шестую агилу вытолкнут с поля? Или просто Зверя поставят? Наверное, Зверя поставят. Да. Няшка. Идеальная позиция няшки. Лучше и быть не могло. Но, может быть, надо, наверное, влетать вот сюда. До остальных далеко бежать. Очень похоже на ГГ, ребята. Очень похоже на ГГ. Вот теперь на ГГ стало походить еще больше. Ну, то есть, я не хочу сказать, что шансов нету. Но они прохладные. Сейчас эльфам надо будет придумывать какую-то ультрагрязь. В толпе аур, в толпе гордов, я даже не знаю. Тут, как бы, думаю, даже Джону сильно стараться не надо для того, чтобы прости господи, наказать. Вот реально погода очень сильно играет. Ого, фейкинуто. Погода просто контрит лесных эльфов в хламину. Ну и пробой нурглей хороший. Не сверхъестественный, просто хороший рабочий пробой нурглей. Ничего такого прямо не было. Ну и то, что, понимаете, два танцора не вставших. Как бы, какова была вероятность. Сложный момент. Может быть, стоит сделать доджи, ударить, толкнуть на мячик и попытаться уйти в закат, но это... Еще один на додж. Еще один на додж. Ё-моё. Щупальца не сработали. Хорошо. Хорошо. Но рерола нету, ребята. Такл отыграл. Лорд... Орех, короче, справился. Ну все, ребят. Рашпиль кончился. Тут как бы гадалки не ходи. Сейчас команда эльфов едет в Магадан. Ну и по погоде заметно, что это Магадан. Да, тут даже, знаете, Даже никаких проблем нету с... Типа, ну да, 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 да. Даже не думая сразу, вот просто только появилась возможность, сразу бьем этого эльфа. Аптека. Ой, плохая аптека. Ну, есть выталкивание, кстати. Притом, изейшее. Аптека. Вопрос в жадности хаоситов. Ну, я бы толкал, кстати, да. Молодец хаосит. Да, ребят, это форменная казнь. Форменная казнь. Ну, тут, правда, надо кинуть, типа... Ну, он кинул, да. Тут просто нету блока. На поле осталось, в общем, два эльфа. Нечасто такое увидишь. Обидно, конечно, я догадываюсь. Но Рашпель накидал очень плохие кубы. Тут удар в три куба по меченосцу. Так Листу будет приятно забить. Можно, кстати, на мяч было толкнуть. А почему так? Можно же было двоих вытолкнуть. Ну, видимо, хотел побить, я не знаю. Я не могу залезть в голову к... Знаешь, я думаю, один пробитый эльф уже не помешает. Вся команда лесных эльфов... Ну да, ну да. Я такого пробоя никогда не видел у себя против... Против лесных эльф. Он еще прячется на... А, вот... Ну, понятно. Жуй мяч. Это точно. Пропускаем. Надеюсь, Рашпель не будет думать, что я его закаркал. Ну, зато игра довольно быстро прошлась. Только не говори, что это будет фол. Зачем бедного Лонера фолить? Ну, за что? Ну, ладно. Жив? Может, воину надо было вкладку давать, а? Вот это... Ну, ладно. Можно было дать вкладку этому воину и отдать пас. Ну, ладно, да. Идея с роторами неплохая. Согласен. Бесплатный ротор — это счастье в семье. Ну, давай, беги вниз-то. А можно было бы дать вкладку вот этому воину, кстати. Чтобы он блок взял. Ну, это я так, к слову. У Нургля вообще широкий выбор. Вот этим пареньком дать пас сюда и забить. Это было бы классно. Ну, ладно. Джон, давай, быстрее. Заканчивай. Не растягивай свое нурглицкое удовольствие. Рерол. А представьте, если сейчас Джон... Ладно. Я хотел сказать, Джон не поднимет мячик. Они могут друг другу пасануть и раскачаться. А? Время-то еще есть вроде бы. На 14-й ход пас сюда. Потом... Или нет, даже делать вкладку, а потом... Ну, ладно. Всех качнуть, короче. Надо сделать три паса и нормально. Время есть. Реролы есть. Че-то у Рашпиля кубы не идут. А где фол? Где фол упавшего воина? Не, ну вдруг сейчас Джон кинет тройные единицы, например? Я, конечно, в это слабо верю, но... Было бы приятно. Он еще собирается побороться лонерным эльфом против команды Нурглей. Ну да, ну да. Эвакуат. Ну, ПО, конечно, да. Тут как бы... Нет, нет. 2-5 и 3-5. Ну, немножко улучшил результат. Правда, с МБ это не имело значения. Обидный матч. А может быть Джон забудет занести, потому что Рашпиль быстро пропускает ходы? Ну ладно, это маловероятно. Ну, качнул Нургл Вариора. Молодца. Можно было качнуть 2-х. Ну окей. По-моему, времени на прокачку 2-х Нургл Вариоров было достаточно. И реролов тоже. 8 нокаутов, 4 травмы. Ну да. Опта зато сколько. Я думаю, у Нургли... Нургли не часто зарабатывают 16 опыта за матч. Даджи у Рашпиля так себе. Спринты так себе. Ну, это погода повлияла, конечно. Пассы тоже не работают. Мерзкий вид работал удивительно часто. В общем, что-то Рашпилю было грустно. Прямо хорооу... Прямо хорооу... Продолжение следует...